всем привет дорогие друзья у нас сегодня очередная разведка ну лично для нас разведка но с нами едет супер опытный штурман который показывает уже ему известную дорожку посмотрим как мы справимся с ней сегодня в эфире газ 69 которого мы давно не видели с мотором от тойоты коробкой автомат военными мостами и то ли 38 то ли 37 богером так непонятно полярис баги саня на ниве тайрлоки все дела стравлены в кламину и задние передние колеса у вас на 40 вторых с вампирах но на спайсерах ну и сзади у не может сверяем карту и едем так газик проехал а и я что как вы видите зима к нам так и не пришла и похоже даже не планируем. А, хотя ты же удобный. Уродов, но мы их все не снимаем, потому что каким-то космическими темпами идем, нигде не останавливаемся. Говорят, что надо дождаться самого кайфа и доехать туда засветло. Хоть день и пошел на прибыль, но это пока что вообще не ощутимо. Решил в этот раз не распыляться на такие вот препятствия, чтобы не получилось как в прошлый раз три серии по часу. Поэтому стараюсь снимать максимально все самое интересное. Но есть боязнь того, что а вдруг мы ничего не наснимем, и будет 10 минут. Но пока держусь. И Саня держится. И Нива держится. Саня держится за Ниву, Ниву за Саню. У тебя нет ощущения, что весна на улице? И бурдаки, остатки льда, много воды. Пока нет. А у меня вот явное ощущение весны. Нормально. Какая-то болотиночка. Ребята пока еще чистые. На самом деле, вся проблема была в том, что они, видимо, уперлись в какую-то корягу, не корягу. Баги сразу же решила это все объехать. Да, и по этой стороне никаких проблем. Кстати, очень забавный факт. Опять какой-то обслуженный лес. Видите, по бокам от дороги все спилено. Значит, здесь более-менее следят. Пришлось выйти, навтыкала куча бревен. Мы их повытаскивали, вроде все нормально. Вот такие бревна здесь плавают на протяжении всего брода. А вот, Багу раскорячила знатно. Хочется ее за что-нибудь подтянуть. Мне кажется, ей проще уже сдать назад, и вот Дени Васик перескочил. Мы, кстати, потихонечку выходим на ту же систему озер, где ночевали с Бекой и Максимом. Очередной бродик, который я успел пробежать вперед. Надеюсь, он окажется поглубже, и я не зря это делал. Поговорили, Саня, если сможешь между ближних деревьев, будет лучше. Чувствуется, да, приближение болотца? Богер едет хорошо, сейчас похоже, как селера будут себя вести. Ай да, Санька, ювелир. Бунь. Вот здесь чуть помельче. Там не ходил. Не, не, вот. Короткобазный монстрик. Легко проехал. А вот Баги будет искать сейчас. Себе проезд попроще, дабы не залиться до отказа. Максим понял, что он не очень проезжает по лесу. И будет пробовать расфигачить вот эти бревна напрямую. Садится в такие таблички. На случай, если вдруг кто-то заблудится. Чтобы можно было найти ближайший населенный пункт. Даже интересно, сможет он взять такое дерево? Заезжай на островок. В бутылке и в подводке. Что-то, видимо, здесь коротал вечерок. Без блокировочек начинает копаться, но все равно выезжает. Блоки решил включать в экстренном случае. Ну, а мы ждем решения от Поляриса. Тема сейчас упрется в дерево неизбежно. Так же, видимо, без блоков. Очень простенько оказалось. И, главное, эффектно. Литровый Полярис, кстати. Литр. А вот Уайдика что-то не задалов. Тяжело додировать газ. Уайдер нашел решение проблемы. Начались объездочки. И я слышу лебедку газика 69-го. Не вас, я думаю, поедет сейчас прямо. Но предварительно у неможек сразу не может ему дорогу. Но здесь уже начинается болотистая местность. Посмотрите, ни одного живого дерева практически. Соответственно, здесь может быть опасно. Опасно. Притащил бревнок сюда. Вот здесь явная какая-то объездочка. Мне кажется, она тут не просто так. Запахивает, закидывает грязь. Но еду. Но еду. Интересно, а как у него вообще дела с намоканием вариата? Они проскальзывают и ремень. ШУМАЧЕВАЛЬНУЕ ВОДУСКОВЕРОК? ВОДУСКОВЕРОК? На, воды здесь много для Нивы Лево, 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 лево Но прошел Очередной длинный брод Судя по всему не самый глубокий Запалил я следы То ли от шерпа, то ли они от не шерпа Видимо тоже катались тут А вот там впереди просвет Это как раз наше болото Ой-ой-ой-ой-ой-ой Вот тяна Вот в этом плане плохо запускать первую такую машину Но, к сожалению, там в лесу немножко подастревали И все махнулись местами И когда все сюда доедут У всех будет ощущение, что здесь все нормально Но здесь вообще не все нормально Ну, Максу надо выкручивать колеса направо до упора Санек там показывается Саня рубит Сейчас мы с Саньком покажем, как это делается Ну, должны показать Макс, колеса направо Стой, Макс, стой, там Нива подъехала Не смогла объехать Перекрыла Максу единственный возможный путь назад Бага рубится Макс, колеса направо до упора Макс, колеса направо до упора Макс, колеса направо до упора Слушайте, а у Артёма это получилось. Огромные супер свамперы без особого протектора. Не сильно портят почву, и оно едет. Вопрос веса и насколько далеко он уедет, но пока что нормально всё. Эти два присосались, хитрецы тоже пытались объехать, но что-то тоже к чему-то там присоснулись. Сейчас будет пару забавных моментов. Санька-то мы залебедим либо вот за этот сухарь, либо вот за это живое, наверное, сразу за живое. А унимок-то не сможет за это лебедиться. Одно колесо в багги переползло, второе мне не видно. Главное, чтобы они не погнули ничего. Тянется на лебёдки. Макс отъехал назад за счёт лебёдки. А Санька сейчас будет валить Гаспалас. Бага что-то мылит и мылит. Ну, будем считать, что около того. Саня что-то газанул Гаспалас. Практически сразу за это поплатился. Ну, походу, здесь мы сейчас проведём пару часиков, развернёмся и пойдём домой. Блин, хоть убейте, не понимаю, куда правильнее ехать. Всё, мне кажется, что лучше вот сюда. В колёсах у Сани 0.1. И всё равно его малый вес и в хлам сравленные колёса не помогают особо ехать. Это по-любому лучше, чем было бы. Но всё равно не фонтан. Чё, пацаны с Ладоги Трофи хоть и дольше всех копались, зато быстрее всех объехали. Баги до сих пор здесь. А, и Тёмы нет. Тёма далеко ушёл. Унимок сидит намертво. Саня лежит намертво. Саня освободился. Не хватило клиренса. Если бы с первого раза убрали бы все палки, не поленились, было бы проще. Наверное, даже бы сам проехал. Унимок передвигается исключительно по метрику. Бага что-то залипла на том же самом месте. А мы боремся с мёртвыми деревьями. Ну как мы, Никита. Унимок тем временем нашёл принципиально другой уровень оффроуда, погрузившись по крылья. Следы от квадропёрла. Так, похоже, нашёл свою идеальную дорожку. Ближе к корням держись всегда. Лево, лево. Красота. Вот 69-й вернулся, он в строю. А вот это, как обычно, ну что, ну соснул сейчас, да? Не-не-не, стой, вот так. Не, он говорит, я сейчас сосну. Есть один шанс. Тра-та-та-та-та. Да, здесь вес решает, а не размер колёс, что мы можем наблюдать по унимогу. Униможа что-то заглох и перестал заводиться. Санёк с проводами спешит на помощь. Главное, сейчас в речке там не это. Вот да, вот так плавно не сделать. Санёк. Санёк. Блин, все, он завелся. Так ты беги, ну практически, зато теперь мы развернемся. Унимок чудом сам завелся, смотрите какое пузо влезает в кадр. Хозяин, пузо не мой. Но это не точно. Но это не точно, что это пузо. Если что, вот этот звук птицы, это Саша. Поехали вперед, поехали. И влево. Все проходит. Прямо руль. Да он там в дерево приедет. Сейчас заднее колесо, Серег, приедет в дерево. Сейчас влево. Да он обогнет дерево, мне кажется. Ну вроде нормально облизывает дерево. Только газку нажал, и сразу жопонька ушла на дно этого оффроуда. Стоп, стоп, стоп колесо. Егор, перецепи его вон туда, засухое. У Егора свои проблемы пока. Да, да, сейчас будет опять кусачки. Да, машина вес имеет. Тоже кажется, да, что колеса можно посильнее подстроить. Ребята, их надо в ноль сохранить. Они в нули. Пошел колесо. Выбрался из завязы. Причем, кстати, не хватает понижайки на Ниве. Мы это выяснили целый день. Жжем. Жжем сцепу. А вот на УАЗике бы хватало. Стало красиво. Стало красиво. На право, на право, на право. Так, пойду искать Нивася. Выехали на прекрасное болотце. Правая передняя? Правая передняя крутится? Нет. Нет? Все, мы потеряли морду. Офигеть. Она не могла вечно ездить, но чтобы прям вот так на ровном месте. Не-не, все, морды нет. Кардан, мордан, редуктор. Ну, редуктор. Ну, что, реально на ровном месте остались без переднего привода. Нам отсюда, скорее всего, будет своими силами не выбраться. У ребят перестали крутиться колеса. Точнее, поворачивать. Не знаю, проблема. А, там второе. Короче, одно здесь. И одно там. Нам на Ниве остается только на разворот. А у Нимок, похоже, стал дешевой машинкой на пульте управления, которая едет только прямо. Ну, нет, смотрите, колеса-то выкручиваются. Полилось какое-то масло я только что видел с него. А морда не гребет от слова совсем. И Макс тоже утонул. А лебедица-то особо не за что. А у нас удлинители есть, Сань? Ну, хоть удлинители есть. Морду не подкачать. Морду подкачать, морду подкачать. Слушай, ну, может быть, это как-то и поможет. Не-не, едем-едем-едем. Убежайте, вообще не слегкает. Убежайте, вообще не слегкает. Ну, все, хорошее. Что? Что? Очень было правильно начать лебедиться еще до того, как сильно застряли. Это им возможно поможет сейчас выбраться. Тёма уже пошел в обратную сторону. Что у тебя с рулем? Макс, что с рулем в итоге? Вроде как работает. Вроде работает? Да, но надо сейчас эту палку достать. Криминально торчит там вокруг всех обрегатов. Сейчас нет. Давай-давай, крути, когда едешь. Пока гидрообъемная не справляется с таким размером колес, не могу понять из-за чего. У Вадима вроде бы полегче это происходит. Ну и машина Вадима, возможно, полегче. Не, компрессор смотрелся. У тебя? Да. Стоит на сколько статует. Ох, чувствую, наковыряемся мы сегодня. Ну, уже почти прямо стоит. Почти прямо, почти прямо стоит. А там нету порта. Бесконечная колеса. Смотрите, Сергей крутит руль, а по факту толком ничего не меняется. Там уже оборотов сделал, я не знаю, штук пять. Так, а у нас... Нас пока все едят, все в порядке. Не самый фантастический день. Но зато суперкрасиво. Да, заднеприводная Нива что-то ехать перестала совсем. А у Немога выпиливают бревна, которые залетели в дрыгатель. Ты готов толкать, как никогда не толкал? Да, да, да. Тут опять хрустит. Давай в раскачку. Да хрен. Нет, Сань, походу не поедет твоя лайба. Раз, два, оп! Раз, два, три! Раз, два, три! Да не, это все. Спустя полчаса геморроя развернули Ниваз. Тянем лебедочками за УАЗик пока что. Вот сейчас, смотрите, лебедка ослабла. А, Саня не стал газовать. Короче, как только нажимаешь газ, любой силы, жопа сразу закапывается и ничего никуда не едет. Там сзади пацаны, походу, тоже разворачиваются. Унеможек опять застрял, вытащили. Нас взяли на динамку. Ребята перекусывают. Опачки! Ну что, посмотрим. Это что у тебя? Дрифт джига у тебя теперь? Да. Получается, что так. Давай, Сань, со второй, вот прям, что есть силы. А я сзади тоже на ковшах сижу, да? Ой, ой. Переезжали накатанную трассу. И что-то и УАЗик на излом пошел. И Саня нифига. Тормоз, тормоз, зафиксируйся. Они все так просто, как нам казалось изначально. Сейчас пойдет, мы заскочили. Вроде бы. Но идет уверенно, Сань. Наверное, это потому, что две лебедки тянут. Одна 17 тысяч, другая. А я, кстати, даже не знаю, какая у тебя лебедка? 9500 Мастер Винч. 9500 Мастер Винч. И РЭД БТР 17 тысяч. Медленная, но зато вытянет даже мертвого. Мы очень плавно двигаемся. Просто криминально плавно. А у Полярика сел аккумулятор там. Короче, веселье только, походу, у нас начинается. Огромными 7-метровыми шагами, гигантскими просто, мы уже доехали до леса. Доехали немножко в другом месте. И довольно сильно начали страдать от ширины леса. Я же говорю, в створ не проходим. Оно в притирку пройдет сейчас. Нет, нет, нет. Стой. Давай. На болото мы заезжали вот там. А теперь будем переезжать вот тут. Мы не выйдем, там по пояс. Нет, нет, мы тут точно не выйдем. По пояс, ребята, говорят, уже проверили. Нам вот на ту дорожечку, которую я вижу перед плотным лесом. Газы, твой штурмон тебе не поможет. Саня, газами, газами. Как вот в последний раз? Здравствуй, командир. Давай, давай, давай. Мох, камыши, вода. Все, что мы любим. А здесь глубоко, я вам скажу. У Тёму, видимо, в планах объехать еще дальше эту линзу и попробовать выбраться где-то там. И он там поместился. Но у нас с Тептифу не мог, им нет шансов это повторить. Так, немножко посовещались. К общему решению не пришли. Все елут своими дорогами. Вижу, УАЗик раскорячился. Газик не может преодолеть лес. Саньку сейчас главное не застрять в текстурах. Потому что лес обнимает, лес любит. Вот, молодец, молодец. Какого-то на дерево не насадило. Ну все, уже бояться, в принципе, наверное, нечего. Вот. Здесь проехала бага. Вот там она встряла. Саня на заднем приводе. Макс. Унимок со всей силы пытается его тянуть. Но я не могу сказать, что супер хорошо получается. Никит, трос бы подтянуть. Я боюсь, что там будет беда дальше. Беда? Нам здесь, нам надо пускать лазик вперед. И сзади за ним нет, если что, за ним не будет идти. Вот так. Накал страстей, конечно, тотальный. Газик сидит там, далеко зарылся. На динамике унимок не смог тащить Санька вот здесь. Санек сейчас на своей лебедке поедет. Унимок пока стоит, ждет, чтобы его там после поворота переходить на динамику. Потому что вот здесь что-то везде очень мокрое. Мы посмотрели по карте, там дальше идет канава, которая заросла. Если мы в нее заедем, нам будет хана. Поэтому мы как можно быстрее, но как можно безопаснее пытаемся перейти на ту сторону. Так, натяжка пошла. Дрифтовая жига поехала. Безнадежно сидит. Супер свампер. Газик решил подпереть сзади. Ребята решили лебедиться назад. Санек, берегя электроэнергию, ей вперед. Газик, кстати, девятый нахлада подзавалился. Чтобы вы понимали, вот кругом вроде бы куча леса, но весь лес вот такой. И он почти весь мертвый. Но есть большие, сухие, вот типа такого, высоченные мертвички, которые вроде бы держат наши машины. Коротко о ситуации. Просто тащимся, тащимся волоком. И так, в принципе, все, кроме унемога. Унемогрый стоит на сухом. Но ему сейчас придется подъехать к баге. Задом. Потому что в баге сел аккум. Лебедки, походу, выдрало. Очередной сухарик сейчас. Может не выдержать. Лебедиться просто тупо не за что. Это все вот дохлые кусты. Обвязывай коркой хоть 10 штук. Эффекта ни-фи-га. Лебедка справа. Лебедка слева. Унемог по-прежнему стоит. Притянул к себе багу. РЗР. И будут сейчас прикуривать. Мы все ближе и ближе к твердой дороге. Без оффровода там, конечно, не обойдется. Но хотя бы уже будет проще. Много больших деревьев. Много больших деревьев. Короче, я, если честно, немножко рубанулся. А проснулся я от того, что мы резко куда-то вниз падаем. Я открываю глаза. А у нас на лобовом стекле вода. Фар не видно, ничего не видно. Короче, преодолели эту финальную речушку, про которую я вроде бы сказал. Уже выехали на дорогу, по которой мы рубились. О, кемень страшнющая. Походу, судя по часам, у меня где-то часок не было. А может быть, побольше. Но, возможно, поменьше. Финальные приготовления и все. На галстуке. И будем газ-палас. Или будем сам рубиться. Да. Да. Сейчас я вам покажу, от чего я проснулся. А уснул я от того, что очень долго заряжали баги и нагрелись ножки. Все помнят, да, высоту УАЗика? Вот здесь у нас вода на лобаше была. Ну, собственно говоря, мы выехали на дорожку уже. Убирай! Надо мне бежать. Надо мне бежать. И сейчас поедем. Не надо мне махать. А кому? Тебе? Вон, инспектор. Инспектор патронов. Тоже об этом вспомнил, об инспектор патронов. Сразу же, мгновенно. Это потому, что в Хогварте хорошо учился. У ГАЗика отхлебнул задний привод, судя по всему. Он растал только на переднем. Макс нас тащит в самую жесть. Потому что выбора просто как факт нету. Фары под водой, все под водой. Нормально. Нормально. Это мы всегда так гоняем сани на Ниве. А у Баги лебедка высаживает аккумулятор. Я не понимаю, колеса на месте или нет. Я вообще ничего не понимаю. Я понимаю, что я на своем месте. И меня это уже радует. Я понимаю, что я далеко не на своем месте. Вон, видишь, куда правая смотрит? А теперь куда левая смотрит? Еще, еще, Сань, до упора. Абсолютный добрый вечер. И глуши, и фары глуши. И на передачу ставь. Сань, покрути колесом. Рулем. Вот, вот, вот. Когда мы дернули, тогда оно прилетело. Все, все. Все понятно, Сань. Вещи собирай. Собирай вещи, Сань. Ну, мы уезжаем за границу. Подожди, а я еще не пойму. А покрути еще раз колесо. Ну, правая крутится, левая. Ага. Обратно чуть-чуть. Во. Еще. Вот она. Слушай, она выскочила. Да-да, я же говорю, на него все это чинится. Смотри, хомут нужен. Тут нужен хомут развальный, видишь? Вот этот. Вот он. Вот. А чего он не усилен-то вообще никак? Помнишь, как у этого у Форда? Точно такая же история. А есть? Нет. Не знаю, надо Александра задождать. Саня, выходи. В принципе, ничего криминального. Хомут развальный. Иди покажу. Иди сюда. Вот он, смотри. Вот, видишь? Вот он. Вот. Ага. Вот. Мне кажется, там чисто присрать и поедет. Его это самое надо раскрутить. И так, по истечению 30-ти минутного ремонта мы поняли, что своими силами не справиться. Нету необходимых запчастей. К нам выехал Женя. УАЗ-трансформер, который собирает Санин автопром весь. И помчали с Максом на унемоге ему навстречу. Планируем уложиться полчасика. Ну что, собственно, приехал Женя и работа начала налаживаться. Сразу наладилась. Тут уже все снято. Сразу диагностика. Полный привод. Там вот это вот все. Ну что, все починилось. Почти само собой. И сейчас сразу же будем тонуть в самом глубоком месте. Все, свет погас. Свет зажегся. Ну что, нас ждет увлекательное путешествие. Вот сейчас будет несколько тяжелый момент нюанс. Потому что вообще нужны загребущие передние колеса, чтобы забираться на бревно. А у Санька сейчас будет немножко другая тема. Он скорее всего будет в них упираться. Ох. Вот это дрифтовая жига валит. Стой, стой, стой. Давай, давай, давай. Давай, давай. Изи. Совсем забыл, что надо как-то это все дело подытожить. Мы дома. Выехали сами. Добрались сами. Спасибо большое всем за помощь. Особенно Жене. Особенно Максу. И особенно ребятам. И особенно всей команде оффроуд СПБ. За то, что нас никто не бросил. И помогли добраться до дома. На Ниве, по моему мнению, скорее всего разорвало редуктор. Но это абсолютно не точно. Меня лучше не слушать. Потому что я в этом особо ничего не понимаю. Не разбираюсь. Но в любом случае это рано или поздно должно было случиться. Не могла она вечно жить. И скорее всего там просто настало время. Мы не доехали два километра. Я потом посмотрел карту. Оказывается мы ехали насквозь то болото. Которое мы с Бекой и Максом объезжали вокруг. И мы должны были метров там. Ну ладно. Наверное все таки километра полтора-два. Очутиться на том месте. Где мы ночевали на унимоге и на восьмидесятке. И проехать вот ту речку. То есть это такая упрощенная версия этого маршрута. Которые делали мы. Которые в принципе реально проехать за короткий отрезок времени. В любом случае очень не нравятся вот эти темы. Оставлять что-то недобитое и недоделанное. Поэтому болото подрастает. Будет хорошая погодка. И мы обязательно туда вернемся. Ну а так мы продолжаем ждать снег. Хочется потоптать пухлячок. Извините что я так тараторию. Очень хочется помыться. Костром провоняли насквозь. И Нивы довольно неплохо дрифтит. На обратном пути ехали на заднем приводе. Было весьма весело. Спасибо что смотрели. И как всегда всем мир.